Каждый день у нас регистрируется по 15-20 новых случаев. Ковид не дремлет. Об этом уже в открытую, заявляют врачи районных больниц. Инфекция распространяется молниеносно и уже добралась до таежных глубинок. Одна из таких – деревня Кривляк в Енисейском районе. Эта малонаселенная северная территория долгое время была не тронута ковидом. Однако накануне там появились первые два заболевших. В самом районе ситуация напряженная. На лечении уже 33 пациента. Шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас мы госпитализируем только среднее и тяжелое течение. Легкие степени. Они все проходят лечение амбулаторно. Их обзванивают, посещают врачи по необходимости. Если вирус уже начал косить малонаселенные поселки, что говорить об относительно крупных городах края. На Зарове госпитализированы 57 пациентов. 47 из них с диагнозом ковид. Остальные с пневмонией. Первую волну, говорят врачи, инфицированных было меньше. Медики готовятся развернуть дополнительные койки на третьем этаже больницы. Своими силами, уверяют врачи, хоть и справляются, но ждут подкрепления из Красноярска. Нам уже пришлось дополнительно развернуть два процедурных поста медсестринских в госпитале. Помимо того, которое было в прошлый раз в связи с тем, что большинство пациентов в этот раз, они реально несколько тяжелее. И могу также сказать, что кислородные емкости на сегодня, можно сказать, задействованы в 80 процентах. Заполнен госпиталь и в Канске. Там заняты 216 коек. Но, говорят врачи, в больнице еще есть резервные места для тяжелых пациентов. Мы расширили реанимацию. То есть у нас находится сейчас 14 человек в реанимации. И мы, пока было более-менее у нас послабление по коронавирусу, увеличили количество доступа к точкам кислорода. Сейчас у нас работает 144 точки кислородных. В день где-то мы тратим до 125 обычных баллонов с кислородом. В Красноярском крае уже не осталось районов, куда не проник бы ковид. Вирус добрался и до самых северных территорий. Так, например, в Норильске ежедневно выявляют до 20 инфицированных. С начала пандемии там уже 959 подтвержденных случаев. Еще больше инфицированных в Северо-Енисейском районе. Там за все время ковид-19 подтвердился у 1341 жителя. Все хуже ситуация в закрытых городах, в Железногорске. Каждый день выявляют по 30-40 новых случаев. Там опасную инфекцию подхватили почти полторы тысячи человек. Пугающие цифры и в Зеленогорске. Там 711 подтвержденных диагнозов. И больше двух тысяч жителей отправлены на изоляцию. Очевидно, ситуация с каждым днем ухудшается. Как будут развиваться события сейчас во многом зависит от самих жителей. Дисциплина и строгое соблюдение всех мер безопасности. То, что в силах сделать каждый из нас. Екатерина Любим, Денис Тимошенко, Енисей, Новости.